Здесь, ну, все-таки, наверное, может быть, бизнесменам стоит задуматься и, скажем так, посмотреть, вот задуматься над этим классом, может быть, на самом деле есть смысл, не надо страховать там, он понимает, что у него там, может быть, максимум на 50 тысяч долларов товара, да, мы говорим условно сейчас. Условно. Может быть, там нет смысла торговая, страховать на все 50, но застрахуйте на 20, на 30. Ну, со своей стороны бизнесмены, да, они говорят, что страховые компании, они хотят с этим связываться. Вот они так говорят. А страховые компании со своей, да, с точки зрения говорят, что, как вы сказали, происхождение товара непонятно, неизвестно. Скорее всего, это контрафактный товар, завезенный как-то окольными путями, и поэтому его застраховать очень сложно. Да, ну, нет ничего сложного, просто мы говорим, что вот такой товар. Самое сложное, это как понять, как будет урегулироваться страховый случай в этом случае. Ну, просто когда, скажем так, вы делаете коробочный продукт, да, то есть стандартные какие-то условия, говорите, что вот, ну, у тебя застраховано там на такую-то сумму, мы там столько, столько ты получишь. Просто сумма такой страховки, она будет дороже. Я знаю точно, что вот Михаил Клинчин проводил исследование, что 12 компаний страховых организаций сегодня осуществляют страхование по такому классу. Я думаю, уверен, что из 12 компаний можно выбрать. А сколько можно получить, скажем, вот, если он застраховал, если даже не до 50 тысяч долларов, а там на 20, на 30, в результате пожара он сколько получит назад? Столько же. Полную сумму. Ну, насколько он застраховал, столько и получит. Ну, опять же, в чем это причина? В менталитете, опять же. Люди относятся к этому как к какому-то, ну, ненужному, к какой-то ненужной вещи, к ненужному атрибуту, который, в принципе, может им не понадобиться. И просто надеются на лучшее. Вы знаете, надеются на лучшее. Надеются на лучшее, но смотрите, когда, слава богу, то есть, ну, вспомните любой пожар. Как только выясняется, что пострадавших на имуществе, то есть, вот, при пожаре нет, ну, я, слава богу, был, когда никто не пострадал, все в порядке. И вот, когда выясняется, что никого нет, пострадавших, знаете, какой первый вопрос? А застрахованы? Это первый вопрос, который звучит на пожаре. Если застрахованы, тогда люди, ну, хорошо, потом начнят, получил, не получил. Если не застрахованы, то, конечно, уже здесь остается только посочувствовать. Я вас уверен, что это первый вопрос, который задают вот зеваки в толпе. То есть понимание и потребность есть, но почему люди не принимают решение заключить договор, здесь сложно сказать, может быть непонимание самого договора, но тогда есть какие-то страховые консультанты, придите, посоветуйтесь, спросите, как это правильно сделать. Есть какой-то, сразу после пожара все готовы страховать, проходит три дня, пропадает интерес, а вроде как так, ну три дня не горит, но слава богу, ради бога, пройдет. Здесь все-таки, наверное, понимание того, что своими финансами можно управлять непредвиденными расходами, можно управлять в том числе и через страхование. Вот когда придет, наверное, вот это понимание потребностей и возможности, понимание, что это инструмент, тогда, наверное, будет и больше договоров страхования. Виталий, а как бы Вы прокомментировали ситуацию с туристской компанией Travel System? Ну, с туристской компанией Travel System я, наверное, ситуацию не особо прокомментирую, а, наверное, более интересная ситуация, как... Вообще, как такая ситуация могла возникнуть? Как она могла возникнуть и, наверное, как из нее выходить? Ну, возникла она, возникла она, она могла просто и законодательство, и первое, что нужно сказать, что законодательство о туристской деятельности в Республике Казахстан, оно... Это не законодательство, это недоразумение, по моему личному убеждению, потому что, когда я читаю закон о туристской деятельности, я вроде как не совсем плохой юрист, но, если честно, я не понимаю, о чем там идет речь. Во-первых, лицензирование туристских организаций, оно просто лицензирование, то есть выдача бумажек, но, как показывает практика, и показывает практика уже ни одной, скажем так, обанкрутившейся компании, руководству, которая, снимая деньги и благополучно уезжает за рубеж, должно быть не только лицензирование, но и надзоры регулирования, по принципу, как это сделано в финансовых организациях. Почему? Ведь что самое страшное? Туристская организация привлекает деньги, она наращивает свои обязательства. То есть мы все видим понятие, предложение по раннему бронированию, чем раньше забронируешь, тем дешевле. Сколько проданных этих договоров, то есть деньги привлечены, допустим, в марте, а договор исполняется в сентябре. То есть, представляете, полгода компания аккумулирует, привлекает ваши деньги. Как она использует эти деньги, по какому целевому назначению, оплатила ли она ваш тур, гостиницу, билеты, перелеты, либо она это будет оплачивать перед тем, как, либо она развлечает где-то на депозите, еще получает инвес доход с этого, понимаете? Все возможно. То есть надзора за этими деньгами, за привлеченными обязательствами, за привлеченными деньгами и за порядком исполнения, и каков объем этих обязательств, этого нет. И поэтому стало возможно то, что об этом говорилось, что обязательства travel system перед перевозчиками, перед авиаперевозчиками, перед отелями, они огромны. И при этом никто ничего не делал, понимаете? Как только растет кредиторская задолженность такой туристической компании, регулятор, которого нет в тур-сфере, должен предпринимать определенные меры для того, чтобы этот туроператор что-то исполнил. Мне очень сильно непонятна ситуация законодательства, которая регламентирует деятельность и взаимоотношения между туроператором и туристическим агентом. Мне непонятно, почему законодательно выложили ответственность на турагента за то, что должен исполнять туроператор. Если понимать эту ситуацию с юридической точки зрения, турагент является продавцом того, той услуги, которую должен оказать туроператор. Права и обязанности между туристом и услугодателем должны возникать между туристом и туроператором. Почему? Потому что туроператор начинает оказывать, то есть говорит, что я окажу тебе услуги, услугу по провозке тебя туда-то, размещению там-то и сопутствующих вещей. Турагент занимается продажей. Сейчас это даже уже не страхование, это гарантирование. И когда мы страхуем субъективный момент или субъективное желание некого директора турфермы смыться с деньгами, простите меня, это не страхование. Это не может быть и не должно быть страхованием. И закон прямо говорит, что это не страхование. Страховой случай должен обладать рисками случайности и вероятности на его наступление. Извините, если ваш турагент вам выписал путевку на пятизвездочный отель с золотым унитазом, а вы приезжаете в однозвездочный с деревянным, вот за это он и должен нести ответственность. Потому что, ну, всякое может случиться. Но когда вы страхуете риск того, что какой-то директор с деньгами свалит, простите меня за мой плохой французский, то это не страхование. И страхование быть не может. Прежде всего, нужно изменить отраслевое законодательство, то есть закон о туристической деятельности. Не надо писать полномочия государства, чего-то еще. Господа, есть требования законодательства. Договор на туристическое обслуживание – это договор о возмездном оказании услуг. С правовым режимом договора подряда. Подрядчик обязуется за деньги заказчика исполнить его волю и разместить в отеле, довезти, привезти, развлечь, я не знаю, что-то еще сделать. Но не должен ни страховщик, ни агент нести ответственность за то, что кто-то убежит деньгами. И это должно обеспечить государство. И только через надзоры регулирования деятельности туристических организаций это возможно сделать. На мой взгляд, как человек и гражданин. Виталий, спасибо за беседу. Было очень интересно. Спасибо, что уделили свое время. Спасибо вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин